Что там, запись пошла? Привет, вселенная! Это Сергей Ульянов, и это мое первое видео в 2023 году. Сегодня 4 января 2023 года, 2 п.м., как вы видите, по калифорнийскому... 2.23 п.м. по калифорнийскому времени, среда. И сегодня я снимаю обзор, разбор на третью серию шоу Bad Russians с Миланой Петровой. И я думаю, на этом канале сегодня появится новая какая-то аудитория, которая меня не знала до этого. Поэтому я хочу представиться. Как вы уже слышали, меня зовут Сергей. Моя фамилия Ульянов, мне 35 лет. Я родился и вырос в Беларуси. Когда началась война, и на тот момент я уже жил и работал в Украине, что, собственно, и стало триггером переехать и запросить убежище в США. Сейчас я живу в городе Лос-Анджелес и подаюсь на убежище как гей и как участник протестов в Беларуси против нарушения прав человека и фальсификации выборов. Это моя скромная, скромная моя локация. Сюда я переехал для того, чтобы работать в качестве актера в голливудских фильмах. У меня два высших образования и театральный колледж. Поэтому, в общем, всегда общение с новой аудиторией. Когда ты знаешь, что на тебя смотрят новые глаза, ты всегда немножко волнуешься. Поэтому давайте я вам расскажу немножко о правилах на своем канале. Я записываю видео, как вы видите, в режиме онлайн, ничего не монтирую. Поэтому, если вам медленно или не нравятся какие-то паузы, вы можете ускорять это видео до той скорости, которая вам необходима, либо просто поставить крестик, нажать на крестик на этом видео и освободить себя от этого мучения. Давайте сразу договоримся, что все те люди, которые находятся на моем канале, находятся здесь по собственному желанию. И мы с вами будем находиться в мире, в дружбе и взаимопонимании. Почему я решил снять обзор и сразу с третьей серии я работал в качестве волонтера семь с половиной лет в Беларуси, в организации, которая занимается поддержкой и помощью мужчинам, имеющим секс с мужчинами. Они предоставляют бесплатно презервативы, лубриканты, талоны на обследование бесплатно на венерические заболевания и на проверку ВИЧ. Поэтому много лет я посвятил свою жизнь тому, чтобы бороться за права геев, помогать, поддерживать. И сейчас вышел такой впервые в жизни большой проект, направленный на освещение жизни, в принципе, ЛГБТ-людей. И достаточно ярко это все произошло. И я узнал об этом шоу с канала Пушка, который я посматриваю периодически. Не могу сказать, что я был очень большой поклонник, скажем так, Миланы Петровой. Тем не менее, я, конечно же, следил. Это очень громкий персонаж, и это не могло обойти меня никак стороной. Но так как вокруг этого имени всегда ходило очень много сплетен, какой-то, каких-то такой какой-то немножко желтушной, чернушной информации. Я как-то люблю созидать и находиться в мире, поэтому цель моего обзора в том числе и немножко рассмотреть эту ситуацию, которая происходит на реалити, и немножко привести ее к знаменателю мира, добра. И, в общем, интересно поговорить на эту тему без различного рода ипотажа. Я думаю, ипотажа хватает в этом шоу. Я знаю, первый раз я увидел Андрея на интервью у Ксении Собчак. Точнее, это было не интервью, это был «Круглый стол», где было шесть, по-моему, геев. И среди них Андрей Петров, о котором я слышал на тот момент там очень много разных подобного рода грязных статей. И когда я его увидел впервые там, он мне показался очень сдержанным, очень приятным, очень таким ненарочито. Ну, то есть, не казалось, что он хочет произвести какое-то впечатление. Очень приятный молодой человек, несмотря на эти длинные ногти, на мейк и на все остальное. То, что достаточно уже само по себе выглядит провокационно и ярко, и вызывающе. И это была первая моя мысль о том, что, хм, интересный парень, желаю ему удачи, пускай все будет хорошо. Потом я посмотрел несколько выпусков на Пушке с ним, и я, как человек, который занимается креативом, я много лет работал в качестве маркетолога, я с уважением всегда отношусь к людям, которые так умело вокруг себя создают информационные поводы. И при этом я чувствую за ним какую-то позитивную, все-таки светлую энергию. И хочется как-то мне... Именно поэтому я, собственно, сейчас об этом хочу и поговорить. Снимаю я свой обзор с третьего выпуска, потому что я думаю, что, если вам понравится, я на первый, на второй выпуск тоже сниму свои впечатления. Сейчас как-то мне казалось, что, наверное, может быть, это не совсем то, о чем я хочу поговорить прямо сейчас. Но я понимаю, что я это смотрю, поэтому наверняка это... И мы это обсуждаем там с моей подругой, поэтому мне хочется, конечно же, тоже с вами, почему бы нет, почему нет, на эту тему поговорить. Ну что, давайте. Я тут буду проматывать, на самом деле, не будет у нас каких-то прям долгих кусочков. Видите, я вот там вот в уголочке там экрана у меня есть. Так. Это реалити, здесь все можно. Так, этот эпизод про... Во-первых, я хотел обратить внимание на то, как в платье Миланы выделяется ее член. И я, честно говоря, когда увидел это, я, может быть, и кажусь такой скромник и очень милый парень на первый взгляд. Я, конечно, еще тот извращенец. И то, что касается секса, я вполне... Ну, то есть я... Это в том числе и та тема, почему я решил поговорить об этом шоу, потому что я тоже хочу заниматься сексуальным просвещением. И у меня есть несколько выпусков на канале на эту тему. Потому что секс – это нормально. И говорить о том, что мы чувствуем вот это вот все табу, на тему мы не обсуждаем, там, письки и вот это вот все. Мне кажется, это немножечко странно, потому что все мы об этом думаем, все мы занимаемся сексом, все мы задаем друг другу одни и те же вопросы. Я вот уже сколько раз слышал от своих, там, друзей одни и те же вопросы, типа, мол, а как это быть геем, а что, а кто, кого, а вот это вот все. И поэтому поддерживаю эту тему и буду честен. Я обратил внимание на прибор Миланы. Я такого раньше никогда не видел, как это выглядит у мужчин. Обычно, если я встречал каких-то травести актеров, артистов, сейчас принято называть драг-квин, то они максимально, по крайней мере, в моем мире, они максимально старались это делать незаметно, то есть, чтобы член не выделялся из них. И сейчас, когда я увидел, я подумал, что это сексуально и что это даже как-то, я, типа, взгляд не могу отвести. Когда-то подруга мне задавала вопрос, типа, мол, как, кто на этом шоу тебе нравится больше, вот. И, типа, вот, если брать просто по внешним признакам, вот, условно, там, Милана, там, или какие-то другие парни с этого шоу, как бы ты с ними строил коммуникацию, то есть, есть ли там кто-то, какой-то человек, который тебя привлекает. Я понял, что я никогда не рассматривала для себя феминных парней в качестве партнера, потому что в Беларуси, ну, для того, чтобы выжить, нужно, если ты гей, то нужно быть максимально, максимально быть straight, выглядеть как straight, да, типа, вообще никаких, никаких, никаких жестов, никаких украшений, никаких, я, там, даже, меня, когда мне было 15 лет, меня избили за то, что у меня были, типа, мелирования на волосах, вот, хотя я там, ну, то есть, я, ну, я, конечно, парень открытый гей сейчас, в настоящий момент, но я этого никогда не позиционировал, на мой взгляд, там, вот, прям, когда включаешь видео, и так нельзя сказать, что это прям гей, и мне всегда это нравилось, хотя я понимаю, что, возможно, как Сэм Смит, например, через несколько лет вы меня не узнаете, возможно, я здесь буду тоже в платье сидеть и в классном каком-то мейке, вот, хотя, блин, это так много времени отнимает, не знаю, мне кажется, что мейк навряд ли точно, вот, я когда-то шутил с подругой, что если бы я был, родился девушкой, то я, ну, то есть, я так рад, что я родился парнем, потому что если бы я родился девушкой, то есть, я был бы, наверное, одной из самых страшных замухрыжек у себя, там, не знаю, в школе, в университете и так далее, потому что, ну, я думаю, девушки и парни меня понимают прекрасно, потому что сколько это времени отнимает, и я просто, мое уважение, особенно мужчине, который решил по своей воле все это на себя, вот, каждый день этим заниматься, сколько это времени отнимает, хотя это и в случае с Миланой, это ее профессия, вот, но в целом это, в общем, отдельное удовольствие, так вот, я хотел сказать, что никогда не проявлял интереса к раньше, к феминным парням, и хотя у меня была одна такая романтическая короткая связь, ну, это был, там, больше шла речь о манерности, нежели о прям вот такой вот феминности с мейком, да, и даже никогда не думал, что мне это может быть, в принципе, интересно, интересно, и вот это, наверное, жизнь все-таки в Америке, когда ты понимаешь, что тебя за твои интересы, за твою сексуальность, за твое, здесь можно быть кем угодно, и люди просто будут к тебе подходить и говорить, ой, какой у тебя классный лук, или какие у тебя классные ногти, или какой у тебя классный мейк, вне зависимости от того, ну, понятное дело, что дебилы есть везде, в любой стране, там, да, и кто-то и здесь это не принимает, такие люди тоже существуют, и это нормально, ну, не знаю, насколько это нормально, конечно, но то, что не все люди обязаны, там, тебя, с тобой соглашаться, там, с твоим имиджем, там, да, это, это вполне, в принципе, как-то, там, демократично, в общем, поэтому я начинаю в себе раскрывать какую-то новую сексуальность и понимать, что вот ребята, девчата, вот в таком виде, как-то я понимаю, что, а может быть, я задумался, а может быть, я бы попробовал бы, я не знаю, я не знаю, но это вот одна из тех мыслей, о которых я, которая пришла мне в голову, когда я увидел, неплохих размеров прибор, в общем, тут же тема сразу поднимается, да, про... Ну, кстати, один блогер, который... Так, мы тут слухи не обсуждаем, я хотел сказать о том, что здесь, в этом эпизоде, также рассказывается о том, что пришла идея создать курс по анальному сексу, и мне кажется, во-первых, это очень крутая идея, просто потому что... Мне, кстати говоря, я недавно был, пару месяцев назад, у подруги на дне рождения, и у неё там была девчонка одна, которая купила курс «Глотка», и даже процитировала оттуда один момент, что... Почему не нужно вылизывать мужчинам яйца, потому что им будет холодно? В общем, я не знаю, насколько точно она процитировала этот момент, насколько это была прямая цитата из этой книги, с чем я, конечно, не согласен, но всё зависит, конечно, от места, где ты находишься, от погоды там и от всего прочего, но я думаю, что ни один парень ещё в жизни не отказывался от того, чтобы ему кто-то вылизывал яйца. Хоть и потом могло быть и холодно, конечно. Ну, в общем, что касается анального секса, я абсолютно полностью поддерживаю идею, связанную с просвещением, потому что даже для меня, как для парня, я тоже являюсь универсалом в сексе, и для меня эта тема была очень важная. Я так хочу сказать, что у меня там два месяца назад с моим другом был разговор относительно... Он старше меня на два года, относительно того, что ему... Однажды, когда он, значит, скажем так, готовился к встрече с парнем у себя дома, в общем, парень ждал его где-то там в комнате, а мой друг пошёл в душ подготовиться к сексу. И произошла такая ситуация, когда... Ну, в общем, я не знаю, какие у них там были внутри с этим парнем взаимоотношения, в общем, он ворвался к нему в ванну, и, в общем, застал его за тем процессом, как мой друг готовится, собственно, к сексу. И он говорит, слушай, ты это всё делаешь вообще неправильно. Но мой друг говорит, мол, слушай, выйди, пожалуйста, отсюда, как бы... Он говорит, слушай, послушай, ты делаешь всё неправильно. Значит, а как это делал мой друг? Он известный всем прибор по шуткам использовал, как же называется? Вот эта штука. Я просто ей ни разу в жизни не пользовался. Как же она называется? С таким наконечником, вот эта помпа, и с наконечником ей якобы промывают анус, да? И оказывается, что мой друг всегда всю жизнь пользовался этой историей. Тут ему приятель, точнее, вот парень, который пришёл к нему для того, чтобы заняться тем самым делом, говорит, я тебе сейчас расскажу, короче, берёшь душ, откручиваешь наконечник, включаешь тёплую воду, вперёд, вот. И для моего друга это был полный шок, то, что это делается так, хотя он там условно, ну, то есть, если он на два года меня старше, значит, ему 37, занимается сексом, он, ну, лет 17, то есть, он 20 лет не знал о том, что это можно делать удобно, комфортно, быстро и используя змеевик от душа. Не знаю, открыл ли я сейчас кому-то, открыл ли я кому-то сейчас новую планету, но так есть. И для меня этот вопрос тоже очень актуальный был, потому что я тоже много лет не знал, как это делается. Несколько лет, может быть, года три я тоже это делал как попало, и, соответственно, непрофессиональная подготовка, она, ну, там, приводит периодически, там, да, к каким-то конфузным ситуациям. Когда ты тинейджер, у меня таких конфузных ситуаций было разных, ну, то есть, не только в моем случае, но и когда я был активом тоже, такие ситуации происходили, и, в общем, я очень рад тому, что будет появляться новый контент, новая книга, не знаю, что угодно. Я думаю, сейчас вы, если захотите, сможете уже найти какой-то материал на эту тему в интернете, если пока вы дождетесь, пока выйдет курс Миланы, я думаю, что что-то из этой истории вы сможете посмотреть уже сейчас. Ну, или задавайте вопросы, я сниму для вас, прошу прощения, какое-то видео, какой-то обзор на эту тему, как это происходит, что, как бывает, что, какие. Ну, это мы оставим с вами на потом, сейчас давайте посмотрим, что было. О чем еще? Что еще происходило? Кстати, очень классный лук здесь у Максима, выглядит он очень классно. Кстати, вот, отвечая на вопрос, наверное, кто мне нравится больше всего в этом шоу, то это Максим, потому что он, мы с ним очень схожи, как, он много лет занимается креативом, и я тоже много лет занимался этой работой. И для меня главное в человеке это не столько внешность, конечно, это первый взгляд, ты обращаешь внимание на насколько совместимость внешняя, но потом ты начинаешь разговаривать, и это, наверное, пока единственный человек, которого мне интересно слушать, в который вот мне всегда хочется что-то добавить относительно, там, хочется с ним как-то поделиться какими-то мыслями, побеседовать как маркетолог с маркетологом, и поэтому вот такая вот история. Давайте, что там дальше, какие у нас были дальше эпизоды, про что? Так, вот мне очень понравился этот момент, когда, в заставке он еще, был этот момент, когда идет шикарная просто леди в кадре, и потом подпись Алексей, а я думаю, что это, кто она? Кто это, кто это девушка? А оказывается, это Алексей. Я хочу сказать, тут, я не знаю, тут Алексей говорит о том, что работает в кадре, да, во взрослых видео, и я не сталкивался, не смотрел, после шоу не гуглил, вот, оказывается, Алексей тоже из Беларуси, вот. Я хотел сказать о том, что я очень рад тому, что я живу в 2023 году, потому что ты имеешь возможность вообще это смотреть, вот это обсуждать, об этом говорить, многогендерность, и все-таки я думаю, что когда-то вы увидите меня там в каком-то, в каком-то женском образе, 100%, не будем говорить женском, ну, каком-то феминном, да, образе, потому что, потому что есть какая-то, все-таки, у меня потребность в этом. В общем, а так, что тут, какой следующий эпизод, что она проходит? Милана нас пригласила на свой девичник. Ага, девичник. Пора это обсудить, знаешь. Пора, мне кажется, что покойная твоей половой жизнью, Кеш, пора, мне кажется, что... Пора обсудить. У меня есть семья, отношения. А, то есть мы теперь все вокруг шлюхи, да? Кстати, вот по поводу этого момента. Когда человек, у которого есть отношения, а вся компания без отношений. Честно скажу, что я, конечно, не ханжа, но есть такой момент, когда вокруг тебя находится... Я был в отношениях несколько раз и обращал внимание, насколько это влияет, то, те люди, с которыми ты находишься рядом, потому что, если ты в моем случае, там дальше вот как раз-таки у них пойдет вопрос об изменах в отношениях, да, то я в своей жизни... у меня не было измен в отношениях с моей стороны. У меня были одни отношения, в которых самые первые мои отношения, которые продлились 6 лет. Мы к тому моменту, уже к 6-му году, там уже, там, условно, сходились, расходились каждые 2 недели. И в какой-то момент, это уже было в последний раз, когда мы, там, перед тем, как в последний раз сойтись, у меня был секс. И, ну, то есть, это скорее было... я это, наверное, делал для того, чтобы просто уже закончить эти отношения. Я всегда был противником измен и всего прочего, и мне как-то было так неприятно, эти все ситуации, я хотел закончить. А вот мне изменял парень, ну, по крайней мере, про одного я точно знаю. И, причем, что это, как всегда, было так, как это супер. Вот чем больше тебя, вот, и, к счастью, я с этим вопросом уже несколько лет работаю в терапии, мне кажется, добилась больших успехов, и сейчас этого не допускаю. Но раньше у меня была такая история, что чем больше тебя, как будто бы, вот, говорят тебе, что ты, вот, меня не достоин, что тебе нужно больше работать над собой, что ты, вот, такой-такой, я буду тебе, там, изменять, даже если не будешь, если человек не будет говорить тебе это лично, напрямую, я тем больше, вот, начинал, да, я точно, я не достоин, я должен работать больше для этого человека, что ты стремится, вот эта вот вся история. Ну, то есть, человек от тебя вытирает ноги, а ты еще больше, ну, как бы, подставляешь себе свое тело для того, чтобы, вытирая дальше от него ноги. И, в целом, я всегда был, кстати, вот, человеком, который придерживался концепции того, что в отношениях измены не предусматривались. Такая концепция диснеевской принцессы, и жили они долго и счастливо, умерли в один день. И мне есть что на эту тему сказать, но в первую очередь я хотел сказать, что мне не нравилось общаться в этом, или, когда я был в отношениях, мне не нравилось приходить в компанию других геев, или мне не нравилось, ну, в основном, да, мне не нравилось приходить в компанию других геев просто потому, Потому что ты понимаешь, что все разговоры об одном всегда. У кого сколько раз было, кто с кем, а тебе уже сейчас, в общем-то, особенно сказать-то нечего в этот момент. Потому что ты в отношениях, и ты как бы не понимаешь, плюс в гейской среде есть такая тема, что у тебя могут увезти парня просто так на тусовке. Ну, тут уже, конечно, все это ответственность и парня, и человека, который увел, а не моя. Но, тем не менее, хочется сказать о том, что, в общем, когда-то в отношениях вот эти вот все свободные тусы мне были не близки. А теперь как раз-таки по поводу, и они, кстати, интересно влияют, да, когда ты слушаешь про то, как много людей там вокруг тебя ходят там типа налево и так далее, но оно как-то волей-неволей начинаешь думать о том, что, блин, а точно ли там может рано там, ну вот эта вся история. Прошу прощения. И сейчас, да, вот мы как раз-таки коснемся темы про моногамию в отношениях. Это очень серьезный вопрос для меня, потому что я много лет хотел сказать о том, что я не хочу никогда изменять, хочу быть с одним человеком, вот. Но каждый раз, когда я расставался с кем-то, у меня обязательно была какая-нибудь история втроем или просто там какой-то секс-марафон, там, условно там, вот мы разошлись, потом месяц у меня секс-марафон, потом бац, там, новые отношения. То есть я такой типа как будто бы пытался себя там, да, на ближайших там два года, я не знаю, насколько это на какой-то, ну, в моей вселенной, на всю жизнь, да, хотел себя ограничить от, ну, в общем, желания того, чтобы во время отношений с кем-то другим встречаться. И буквально вот где-то год назад до меня дошло, что нет такого гея, который не хотел бы секс втроем. Ну, нет такого гея, который бы не хотел секс втроем. И я такой человек. Я могу себя много-много-много лет обманывать. У меня, кстати, на эту тему есть отдельное видео, что я, когда у меня появилось это желание, условно, в отношениях там поиметь секс втроем, я подумал, я вообще испытывал огромное неуважение к людям, к парам, которые приглашают третьего, там, мне всегда их было жалко, я думаю, ой, какие же бедные люди. У них там просто уже совместное имущество, они просто 10 лет уже в отношениях, они просто боятся себе признаться в том, что они друг друга не любят, и поэтому они приглашают третьего. На самом деле, мне вас так жаль, ребята. Ну, на самом деле, это полная чушь, потому что сейчас уже прошло время, и я понимаю, что делать совершенно не... Не каждый человек хочет много разного секса. Просто кто-то выращен на диснеевских мультиках, а кто-то плюс-минус доверяет своим чувствам. И в этом у многих есть внутренний разговор про то, что, блин, а как же быть-то, если я в отношениях, ну, я хочу секса на стороне, и что делает большинство людей? Изменяет. Вот. И мне это всегда было очень неблизка концепция измены, поэтому у меня были даже такие ситуации, когда я провоцировал расход. Ну, то есть, я понимал, что мне уже что-то хочется, а у нас вроде как бы, типа, ну, как бы, все среднее. Ну, то есть, типа, какая-то вялотекущая уже жизнь началась, и я провоцировал расставание. Было даже такое у меня. Ради того, чтобы пойти и заняться сексом на стороне. Ну, то есть, настолько для меня измены были... Ну, как смешно звучит, правда, настолько для меня были неприемлемы беседы, что я прекращал отношения для того, чтобы сходить налево. Ну, в общем, я в какой... Опять-таки, повторюсь, я уже вот два года последних на психотерапии, и я много на разные темы говорил, и для меня произошло осознание того, что я хочу разного секса, и когда у меня будут отношения, у меня будет разный секс, и я надеюсь, что я найду партнер... Точнее, не то, что я надеюсь, у меня будет только тот партнер, у которого такие же ценности, которые точно так же относятся к самому себе с уважением, не занимаются самообманом, и мы будем как-то вместе договариваться на секс, либо у нас будет свободное отношение, будем смотреть. И часто там, да, говорят о том, что типа, мол, а как же там ревность и вот это вот все остальное. Я не знаю, я еще так не пробовал. У меня не было ни разу отношений, когда есть... Когда они свободные или когда был секс втроем, я сам приходил третьим в пары, у меня был секс втроем просто три рандомных человека, а не пара. Но ко мне, в мою семью условно, никогда третий не приходил. И у меня, конечно, с этим много страхов, но я думаю, что с моим партнером, который у меня обязательно появится, я все это смогу реализовать. И думаю, что это осознанность, да, принятие себя, своих желаний. Я, конечно, могу себя всю жизнь обманывать, что я хочу быть с одним человеком, но я хочу быть действительно с одним человеком. Но мне кажется, классный уровень доверия, когда вы можете, ну, как бы, и в сексе быть откровенными тоже. Плюс, ну, конечно же, контрацепция и все остальное. Препы и так далее. Я думаю, что если у вас есть какие-то вопросы, мы можем на эту тему поговорить. У меня очень многое из чего сказать. Видео не резиновое, а нужно еще много тем обсудить. Здесь я могу, наверное, прокомментировать. Вообще, вот, про отношения... Ник его, по-моему, зовут, да? Я вот понимаю, Ника, который здесь говорит про то, что вот он... Давайте послушаем, как он там говорит. Так, еще закон о гей-пропаганде. Ну, здесь понятно все, что это больные люди. Я хочу сказать, что большинство людей из тех, которые принимают этот закон, сами являются гомосексуалистами. Почему они так делают? Мне, к сожалению, это непонятно. Мне только очень... Почему я себе даю право выражаться, что они больные люди? Потому что они делают плохо, в первую очередь, самим себе. Потому что наверняка у кого-то из них или у их друзей появится или уже есть, существует ЛГБТ-ребенок. И те, кто смотрит меня в СНГ, прекрасно знают, что такое вырасти в атмосфере, когда ты вне закона, когда ты не имеешь права там одевать то, что ты хочешь, не можешь говорить, как ты хочешь, не можешь делать то, что ты хочешь, все время вынужден скрываться. Это все... Ну, то есть люди, по большому счету, делают хуже только сами себя. Они на своих детей накладывают очень сильную ношу, непосильную. И поэтому огромное количество суицидов среди ЛГБТ-комьюнити. И так на этих детей. Они и так уже родились в России. Тут еще и... В общем, давайте, да, цитату Ника послушаем про... Про отношения в... А, тут они Олега обсуждают, да? Ну, в общем, цитату Ника вы помните, что он больше за отношения без измен. Вот. Но мне кажется, что он пока сейчас находится в том же полу... В том же... В той же парадигме, как и я несколько лет назад. Для меня это тоже было абсолютно неприемлемо. И когда у меня появились такие мысли, я себя ненавидел. Поэтому давайте сейчас поговорим... Возможно, а внутренняя составляющая я не смогу в любом случае быть человеком, который просто красивый. Вот на тему Олега они тут обсуждают. Он, Олег, тоже из Беларуси. И хочется поговорить, конечно. То, что... Я солидарен с Миланой, что внешность — это прекрасно всё, но тебе с этим человеком потом жить, разговаривать, совместный быт вести, и это... Ну, то есть быть вместе в отношениях с человеком, который просто красивый, ну... Ну, нет. Это не для меня история. Что дальше? Я хотел сказать о том, что... Зарависся. Да? Микор também. Да? Ты на телефон? Да, я внедеряю. О, хорошо. Извините за вас. Это просто струб. Я любит тебя. Я любит тебя. Я люблю тебя. Я люблю, муа! Му-му-му-му-му-му-му-му. Я люблю тебя очень много. Я люблю тебя. Спасибо. Спасибо. Ну, я люблю тебя. Я going meet Танья. И к ним и в детстве. Поль-принято. Поль-принято. Хорошо, будете здесь? Субтитры делал DimaTorzok Прошу прощения за паузу, это Гарри, домовладелец, какое-то дебильное слово, когда я приехал в Америку, я разместил объявление в гриндере о том, что я первую ночь ночевал здесь на пляже, у меня не было места для жительства здесь, и я просто написал в гриндере о том, что я, пожалуйста, мне очень нужно жилье и еда, и Гарри написал мне и сказал, у меня есть комната, ты можешь жить в меня, и вот я здесь уже живу 7 месяцев, это просто, это, у меня нет ни одного человека на свете, кто сделал бы для меня что-то такое, у меня есть родственники, но этот человек стал моей настоящей семьёй в Америке, вот. У нас разные взаимоотношения бывают, недопонимания, конечно, но я его считаю своим отцом, потому что я, как человек, который приехал в Америку, я понял, что я, мой английский был не самый лучший, но продолжает быть, я занимаюсь им, но я, как вы знаете, да, как мы от родителей какие-то фразы забираем, какие-то привычки, какие-то, в общем, да, поведение, да, я сейчас прям вижу, и так как я взрослый человек, я вижу, что я вот тут первые свои привычки, свои фразы забираю от этого человека, и я очень горжусь тем, что я могу забирать их у него, потому что я сам, моя же была, да, я выбрал этого человека, у меня была возможность, да, там, условно уйти отсюда или ещё что-то в этом роде, и я очень рад, что этот человек, это он присутствует, что я забираю у него, от него это, что я... Ну, в общем, вы поняли. Гарри Хиллер, не знаю, как правильно сказать, целитель, шаман в том числе, точнее, ну, точнее, не в том числе, либо, там, как синоним шаман, он проводит такие сессии с клиентами, позволяет им там проникнуть внутрь своего сознания и изменить свою жизнь. Это такие медитативные практики, там, они с ароматами, с разными, там, с какими-то техниками, в том числе и физического, в общем, это стоит достаточно дорого, и к Гарри приходят очень большие клиенты, в том числе и селебрити, и я... я... я очень счастлив, что я имею возможность просто прикасаться к этому. Ну, что, мы отвлеклись, о чем мы говорили. Да. Много, что строится на вот этой душевной организации человека, но в любом случае все же сначала смотрят на обертку и... Ну, ладно, думала, что это просто эскортинг, который... Да. По поводу Олега, по поводу того, что он эскортник и так далее. Смотрите, ребят, я считаю, что я придерживаюсь всегда принципа никогда никого не осуждать, потому что никогда не знаешь, как поступишь ты, окажись ты в его тех же самых обстоятельствах. И та ситуация, которая сейчас происходит у Миланы с Олегом, да, во-первых, он младше, там, на пять лет. Я еще раз хочу сказать огромное уважение мое в Милане в том смысле, что она... ей 26 лет, и она один из богатейших людей, ну, который... я помню себя в 26 лет. Я начал свой музыкальный проект, и... Я понимаю, сколько нужно силы для того, чтобы это вывести, чтобы сделать это интересным, для того, чтобы создать свою какую-то компанию, да, для того, чтобы постоянно продолжать зарабатывать деньги. И она может себе позволить все, что хочешь, поэтому, тем более в 26 лет, она еще настолько молода, она даже еще сама не понимает, насколько она молода, и насколько ее успехи в 26, насколько это круто. По поводу Олега. Я хотел сказать о том, что, во-первых, я против эйджизма, пожалуйста, 25, сколько хотите. Вот. И... там, 18, 21, 45, 68. Любой возраст, который... два взрослых человека, совершеннолетних, сами решат, что для них подходит, что для них не подходит. Их жизнь, им жить в этом мире, им содержать семью, им заниматься сексом, им разговаривать, это их дела. Моя возможность только посмотреть на это и сделать какие-то выводы. Я считаю, что Олег для 21 года, ну, очень-очень-очень-очень большой молодец. Давайте посмотрим, там, тут будет тема... Что тут у него будет? Через пару месяцев, и мы уже как-то поговорили. Так, это здесь они обсуждают групповой секс, и секс на стороне измены. Мы на эту тему поговорили с вами, ребят, да? Поэтому... Тут вот, кстати, на этот момент я хотел бы заметить, что... В колонии мы вживую разговариваем. Ай-ай-ай-ай-ай-ай... Вот тут, наверное, режиссеры... Я вот не очень люблю, когда к аудитории относятся как к баранам. Вот это вот я хочу сделать замечание этому шоу, потому что в первом эпизоде Ник говорил о том, что вот мы ходили вместе с Олегом в клуб, да? И то, что я там увидел, это просто ужасно, и если Милан об этом узнает. И тут вот... И тут в третьем эпизоде они опять рассказывают про этот же момент, когда они в Мадриде... В Барселоне. В Барселоне они вместе сходили в клуб, и как ему понравился Олег, и как все было классно, и потом включают это голосовое сообщение, там, где он тоже говорит, как ему понравился. В общем, я за... Меня прикалывает, когда есть какая-то интрига в шоу. Но когда к тебе относятся... То есть сначала один и тот же повод одним и тем же человеком преподносится сначала как плохо, потом как хорошо. Ну, это не очень, на мой взгляд, по отношению ко мне как к зрителю. Поэтому, чтобы меня... Я, конечно, понимаю, что от Миланы не убудет от того, что если я перестану ее смотреть, но хочется мне как-то обратить, по крайней мере, на это внимание. Так, и теперь давайте про другую тему поговорим. Но я не думаю, что кто-то из них попробует как-то Олега отбить меня. Ну да, про друзей я уже сказал, что я на это еще думаю. Так, давайте послушаем все-таки, что думает Ник. Он был очень бою, Нига. Это какой-то такой прям большой шаг вперед, когда ты знакомишь своих близких, родителей, родных, друзей со своим бойфрендом. Так, все понятно, это не тот момент. Но тем не менее, я хотел о чем поговорить. Сканчивай там все, как бы. Все, я понял. Сейчас речь пошла про измены и про... Про коллегу вернемся еще, он в этом эпизоде будет участвовать. Здесь ребята рассказывали про то, как были драки, как у Ника вырвали клок волос, как он ударил утюгом своего партнера. Тут Алексей говорит о том, как приходит, переезжает жить к парню в Санкт-Петербург, а открывается дверь, и он видит мужчину в постели со своим мужчиной. И хочется прокомментировать эти две ситуации по поводу... А, и потом Ник говорит, что после вот этой ссоры ему приносят букет цветов, и все, все отношения начинаются заново. Ну, это типичные, созависимые, прошу прощения, отношения. Когда вам нравится приносить друг другу боль, это какого-то такого рода садомазохистическое удовольствие. Я понял, что я тоже этим страдал. Вот эти типичные песни про то, что мы с тобой любим друг друга, но нам нельзя быть вместе. Вот это вот типичная история, это на самом деле прям психологическое расстройство. Человеку нужен психотерапевт, когда он находится в таких отношениях, просто потому, что они нездоровы. Не потому что, то есть, с медицинской точки зрения, а с точки зрения ментального здоровья. Потому что ты... Ну, это не может продолжаться бесконечно, и это когда-нибудь закончится. А чего ты хочешь в отношениях? Драк или... В моих первых отношениях такая история была. И я, выросший в семье, где маму как раз-таки били утюгом и выбивали зубы, я всегда старался... Точнее, не то, что старался, я хотел построить свою семью, свои отношения так, чтобы... чтобы... чтобы не было... чтобы это было полной противоположностью, чтобы была любовь и гармония. И когда мы с моим первым парнем начали драться, у нас был такой период, когда я приходил на работу с синяком, он приходил на работу, ну, тоже с фингалом, когда мы там били, переворачивали там шкафы дома, вот это вот всё, всё это было. И я после этого понял, что мы заканчиваем эти отношения, и больше такого не будет. Потому что я начинал... я хотел создавать семью, которая будет полной противоположностью моей... А у меня там тоже парень пил, как у моих родителей. Короче, я не знаю, как это работает, я не знаю, почему так получается, что когда мы хотим сделать тоже что-то по-другому, как не у наших родителей, почему мы всегда к этому приходим, я не знаю. И только много-много лет спустя там я потихоньку начал создавать те отношения, которые полностью были построены на других принципах. И в том числе вот сейчас с последним моим парнем мы находимся в дружеских отношениях, друг другу помогаем, друг друга поддерживаем. И да, мы расстались, но в общем тут про Алексея тоже хочется сказать, что вот он разрешил, когда он пришел к своему парню и дал ему понять, что он не против того, что его парень будет находиться в постели, что в его постели будет находиться другой парень. Вы же поймите тоже, как это работает, когда ты приходишь домой и говоришь своему парню, что, мол, я видел тебя в постели с другим парнем, и ты как бы мудак, и, ну, типа, я уйду, но я остаюсь, когда ты так делаешь, человек понимает, ага, он будет просто бузить, но останется со мной. Вот, и все. И это работает так, от того, что ты, то есть тут нужно либо уходить, либо поговорить так, чтобы если это произойдет в следующий раз, тогда ты уходишь точно. Если второй раз происходит, тогда просто берешь и уходишь. И все. Здесь других, к сожалению, вариантов нет. Либо вы действительно договариваетесь на то, что вы будете вместе ходить налево, но, насколько я понимаю, Алексей на тот момент не был готов к таким отношениям. Я согласен с тем, что правильно договариваться на берегу об этом, потому что для, если, например, я на сегодняшний день для себя осознал то, что я готов, хочу, точнее, не то, что готов, а хочу, и хочу, и готов вступить в отношения, где мы будем в свободных отношениях, при этом будучи семьей. Не каждый человек к этому готов. Не каждый человек к этому готов. У меня... Я, в общем, если вам будет интересно, задавайте вопросы, пишите то, что вас интересует в комментах, устроим с вами как-нибудь вопрос-ответ, и я все прокомментирую. Пока не буду рассказывать эту историю, достаточно разных. Так, что здесь еще хотелось бы поговорить на тему чего. Без вторую половинку, очень... Ну вот, и наконец-то эту цитату, которую я обещал вам, вот она есть. потому что вы себе отдаете право на ошибку. Когда ты любишь человека, то... Вот он, кстати, правильно говорит. Вы даете, когда вы... Давайте послушаем целиком. У Насти такое, и у себя. Потому что вы себе отдаете право на ошибку. Когда ты... Ну, не сильно там целиком получилось. В общем, Ник говорит о том, что вы даете... Когда вы соглашаетесь на отношения, на свободные отношения, это вы себе даете право на ошибку. Но это же в том и фишка. В том... Он очень здраво здесь рассудил, и мне очень понравилось эта цитата его, я запомнил ее даже. Потому что вы понимаете, что никто не идеален, и я не идеален. Это в первую очередь общение на одном уровне, да? Не осуждать. Не обвинять. Не пытаться учить, да? А разговаривать, как коллеги, как собеседники, коллеги, ну, как партнеры, да? Друг с другом. Если для двух человек это подходит, тогда... так, ну что, цитату его замечательно дают. Если ты любишь человека, то ты должен любить только одного человека. Если тебе хочется там с кем-то переспать, получить внимание от какого-то другого человека, то нужно оставить свою вторую половинку, не пудрить никому мозги, и спокойно идти, жить свою жизнь без этого человека. Ну, в общем, это все я уже прокомментировал, что у меня уже были такие ситуации, когда я ради того, чтобы просто потрахаться налево, сходить, завершал отношения. И в этом ничего здорового тоже нет. Так, все, эту тему мы обсудили, сейчас там пойдем мы... Кстати, мне очень нравится Алексей, очень нравится персонаж. Не знаю, относительно его работы, что сказать, потому что не смотрел его видосы, и каждый зарабатывает так, как считает нужным. Устраивает это его или нет, это решать ему и его парню, с которым он будет создавать свою семью. Я думаю, что найдется наверняка парень, который будет любить его с такой профессией или с какой-либо другой. Тем более, что я, знаете, вот что я не понимаю, правда, это то, что вот все мы смотрим порнуху, но при этом большинство из нас, и я много лет до этого осуждал порноактеров. То есть, смотреть, окей, но типа быть, работать, это плохо. Я подумал, ну какой же это же лицемерие. Я, кстати, рассуждал точно так же, типа, ну это пропаганда проституции. Я думаю, ну если ты хочешь это смотреть, так в чем пропаганда-то? Короче, тут пошла история. нравится уже, то есть, правда? А почему? И это ты. Я-то понятно, кому я нравлюсь. Да нет, тут вот нету такого городского движа в плане вот... Про Олега. Я, я, конечно, понимаю, что это шоу, и как бы для какой-то драматургии здесь надо заваливать его вопросами и так далее, и так далее. Все это понятно. Здесь, конечно, больше хочется поговорить о том, что я хотел бы сказать о том, что он, блин, он крутой в том плане, что он нашел... Он участвовал в протестах в Беларуси, он сейчас за протесты в Беларуси, за всех участников протестов в Беларуси рано или поздно штрафует огромными суммами, сажают на несколько суток в тюрьму, сажают на несколько лет в тюрьму, всех по разным статьям пересаживают в тюрьму и дают штрафы. И я каждый день боялся, что за мной придут, и у меня блокировали. Я записал песню в поддержку прав человека в Беларуси, в поддержку честных выборов и мой сайт заблокировали в Беларуси. Мне пришлось менять хостинг, пришлось менять адрес. Если вам интересно, мой сайт сейчас сделан как портфолио для кастинг-директоров, поэтому если вам что-то интересное посмотреть, можете зайти по ссылке внизу в описании, там же мои соцсети есть. В общем, суть в том, что я сидел и боялся каждый день, то есть боялся менять свою жизнь, боялся куда-то ехать и боялся оставаться, потому что всегда думаешь, а вдруг тебя пронесет, а вдруг пронесет, да ничего никуя не пронесет, всех уже, у меня уже двоих знакомых посадили, одного на два года, второго на четыре года, при этом еще держали его почти, кстати, гея, почти год в следственном изоляторе. Ну, что тут сказать? Тоже на эту тему хочется сказать, что вот гея, которого я знаю, его дома у себя схватили, взяли его фотографии, ну, как бы, видимо, заставили разблокировать телефон, нашли там фотографии сексуального характера, личного пользования, выложили это в государственном телеграме, в государственном телеграме, губопик, губопик, да, сейчас, сейчас уже удалили, но это несколько, то есть, с какими-то гомофобными комментариями, заставили его записать видео, там, где он сознается в том, что он гей, как будто бы это, а что это меняет, ну, гей он, и что, с его зарплатой и так далее, это, это, вот, и я очень рад тому, что, и далее в итоге четыре года еще, то есть, год просидел в изоляторе, и сейчас еще четыре года далее, за что? За то, что боролся за свои права, это так страшно, так страшно, потому что здесь, в Америке, и у меня каждый раз наворачиваются слезы, когда мне рассказывают про то, что пару лет назад сценаристы устроили забастовку, устроили протест, потому что получали очень маленькие выплаты, и остановился весь Голливуд, весь Голливуд остановился, перестали снимать фильмы, в общем, все сценаристы поддержали, и это привело к тому, что сценаристы получили ту ставку, те свои процентные гонорары, которые они хотели. Что происходит в России, в Беларуси, людей просто сажают. И даже в Украине тоже читал историю про то, как парень пошел, беларус, поддерживать украинскую армию, ему там устроили, не дали жизни из-за того, что он гей. Я думаю, так вы что хотите, защищать свою родину, или нет? Ну, короче, это даже, ну, как бы, Украина там недалеко ушла, конечно, по гомофобии, ну, там хотя бы президент, актер, который там как-то вот, все это шло как-то в позитивном русле, если бы не война, это шло бы как-то в другом русле. В общем, я хотел сказать, что Олег нашел программу, по которой смог уехать, получил там возможность жилья, там, да, пропитание. Далеко не каждый беларус взял и так и сделал. Взял и уехал, взял и начался эту жизнь сначала, рискнул, потом вот эта история про то, чтобы написать там, селебрити в в телеграм, в инстаграм и познакомиться. Ну, как бы, кто-то из вас так сделал? Вот, я нет. Я, у меня был один человек, которому я хотел написать в инстаграм и познакомиться, селебрити, но я так и не решился это сделать. Хотя, казалось бы, да, тебе же могут просто ничего не ответить или ответить нет. Ну, как бы, а что произойдет, твоя жизнь изменится, ведь разве, если от того, что, ну, как бы, если ты спросишь, ты хотя бы узнаешь ответ, да, и вот человек спросил и узнал, и теперь они живут вместе с Миланой там на Бали. Ну, сейчас там они, по-моему, уже куда-то двигаются дальше, я не очень сейчас слежу, что там за имхоперемещениями, мы с вами обсуждаем реальность сейчас, да, и для 21-го года я вот вижу, как он отвечает, как он разговаривает, при этом, оказавшись в таком огромном, давайте какой-нибудь скриншот прикольный выберем, да, при этом, оказавшись в ситуации стресса, где на тебя свалилось огромное внимание, когда я начал заниматься музыкой, когда у меня появились первые хейтеры, я просто, я не находил себе места, мне очень было больно, мне было очень страшно, мне было очень, ну, правда, мне там угрожали, и мне было так тяжело, вот это вот, когда ты хочешь нравиться каждому человеку, ты не можешь понять, за что тебя не любят, и когда тебя так разрывает внутри из-за того, что ты же хороший, ты же ничего не сделал плохого, почему они тебя не любят, почему они тебе причиняют боль, это, чтобы вот это осознать, чтобы прийти к тому выводу, к которому пришел Олег, что, ну, какая мне хрен разница, что там думают обо мне те люди, которые меня не знают, и я, для меня это вообще, это просто какой-то охренен, ну, то есть, мне понадобилось на этом несколько лет, там, огромный, там, пройти путь депрессии, блядь, а тут человек в 21 год просто уже такой, а какая мне разница, что обо мне думают все люди, которые меня не знают, мне главное то, что знают обо мне мои близкие, это так просто, но это так сложно, когда на самом деле это происходит, поэтому я хочу сказать этому человеку огромный респект, то, что он не по годам мудрый, да, он закрытый, и это его право, вот, особенно, когда очень, очень напористые люди, я не знаю, это у них действительно такие отношения, или они ради шоу это все нагнетают, но, когда тебя вот так вот окружают со стороны, и каждое твое слово рассматривают под микроскопом, они еще удивляются, почему он закрытый, ну, наверное, потому что он просто другой человек, и для него не такая вот эта вот система взаимоотношений не близка, и им вместе комфортно с друг с другом вот эти сплетни, вот эти обсуждения, ему комфортно с собой, вот, я пока с его стороны там не слышал ни одного осуждения по отношению к, кстати говоря, я вот с его стороны не слышал, чтобы он кого-то оскорбил, или обидел, или кого-то осудил за что-то, да, тот момент, когда он сказал, что ему сейчас не о чем спросить, ну, даже как-то мне на эту тему сказать нечего, потому что, ну, они просто из разных миров, и мне самому тоже ближе процесс знакомства, когда ты идешь куда-то, там, не знаю, в музей, и вы начинаете общаться, да, а не то, что, а что ты считаешь на тему вот того-то, а как, а во сколько лет у тебя там были первые, ну, то есть, когда ты идешь, в процессе беседы, тебе человек с удовольствием сам все расскажет, ну, как бы, я понимаю, что это формат реалити, но мне вот в таком контексте тоже, когда мне, например, на сайте знакомств говорят, ну, что там, о чем поговорим, и ты сразу думаешь, как бы, если бы тебе человек сразу сам задал какую-то тему, типа, не знаю, там, условно, какие вот, привет с Новым Годом, какие у тебя планы на год, и у тебя сразу, и сразу, как бы, это такая большая тема, из которой у тебя может вылиться, вылиться целый огромный разговор, но когда тебе человек говорит, ну, привет, о чем поговорим, как бы, ты понимаешь, что человек на тебя перекладывает ответственность, и, ну, он же мне написал первый, почему тогда он сам не, как бы, не предложит о чем-то поговорить, там, да, вот, поэтому, я, я в этой ситуации, у меня нет правых, нет виноватых, я считаю, что у каждого есть своя правда, и каждый имеет, ну, защищать свои границы, это нормально, вот, так что, что тут говорит Майк, Майк говорит про то, что, что он стесняется, то есть, для него все абсолютно новое, блин, страна новая, но при этом он говорит, что он считает, что он закрыт, и, вполне возможно, я думаю, что тут еще очень многое связано с тем, что все-таки ему 21 год, потому что 21 год, все-таки очень много стресса свалилось, и новая страна, и новые отношения, и еще реалити, я думаю, что у него есть возможность, и причины быть закрытым, вот, тем более, что честно скажу, что, ну, Олег, правда, вот, по сравнению, на фоне всех остальных, очень другой, и я могу понять его, что ему действительно не очень близки эти люди, конечно, я не могу сказать, что это может помочь им в отношениях с Миланой, если у них серьезные отношения, но, если они хотят этого, они сами придумают, что с этим делать, и не мне уж точно судить, как им поступать, вот, они сами придумают, как им, я тут ванговать, кто там, что, как это поступит дальше, не хочу, это неуважительно, по крайней мере, по отношению к этим людям, нужно дать им возможность, самим принять решение, как им жить дальше, я понимаю, что без этого бы не было реалити-шоу, без этих обсуждений, не было бы интриги, но я как раз-таки у меня такой нетоксичный блок, и поэтому я хочу рассказывать только о своем опыте, и чем-то полезным делиться для того, чтобы отношения внутри моего личного комьюнити, внутри моей вселенной были здоровые, классные, позитивные, никого никто не осуждал, чтобы все соблюдали чужие границы, ну, в общем, вы поняли, душнота, сплошная душнота, неинтересно так, нужны какие-то скандалчики, ну, если вам нужны скандальчики, там, в другого места, это очень странно, насколько ты настроен к тому, а если не нужны скандалы, добро пожаловать, здесь мы поговорим про другие скандалы, подумаем, как можно их конструктивно решать, что вот будут комментарии, будет куча обсуждений, сейчас ты уже обсуждал, я думаю, что ребята не заинтересованы в том, чтобы быть более сдержанными, у них задача здесь, либо в шоу, либо по жизни, проявлять большое количество эмоций, и такими сыщиками, я думаю, что когда они захотят, у них там был в прошлом выпуске, медитации, все прочее, они там проявили не очень сильный интерес к этому, поэтому, когда, я думаю, что их стоит оставить в своем окружении, вот, и, потому что они к этому пока не стремятся, к взаимопониманию, им там будет комфортно, когда они решат куда-то переходить дальше, они найдут способ, опять-таки, какие-то же терапии, изменить свое отношение с окружающим. Так, что мы, о чем мы хотели еще здесь поговорить, тут они сейчас будут обсуждать про то, как Олег, как Олег, тут им, типа, якобы нагрубил, потом будет сцена там, где они его толкают в бассейне, в одежде, в бассейне, а я знал, что вы не просто так. Да, ну, вот смотрите, по поводу, на тему Олега, я вот, тут все его пытаются, как-то, по поводу, на тему шоу загнобить, тут говорят ему, а, там еще они говорили на тему, были ли у тебя какие-то спонсорские отношения, и после этого они его толкают в бассейн. Ну, я здесь вижу чисто такой школьный буллинг, они сначала на него набрасываются, потом они его говорят, да ты эскортник, потом, конечно же, человек идет в обратку, он говорит, я не хочу вам задавать никаких, никаких не хочу вам давать ответов, потому что, никаких вам не хочу задавать вопросов, вы меня только что обосрали, несколько раз пытаетесь еще, еще, еще обосрать, еще обосрать, делаете это все под видом ха-ха-хи-хи, а потом, типа, ой, а спроси нас о чем-нибудь, ну, как бы, а потом они толкают его в бассейн, ну, то есть, такой типичный школьный какой-то буллинг, и мне лично в этот момент стало очень неприятно за Олега, потому что, да, у Олега сейчас нет денег, но он абсолютно очевидно не глупый парень, и они там что-то обязательно вместе с Миланой придумают, вот, я считаю, что когда у человека проблемы, мы и другой человек готов его поддержать в этой ситуации, это их личные взаимоотношения, и они сами разберутся, как там, что, чего, куда, кому, как, и так далее. тоже Милана абсолютно, я уверен в том, что она далеко не дура, учитывая, сколько там у нее было опыта в жизни, она понимает, почему она выбрала Олега, даже если это будет связь не на всю жизнь, а на какое-то количество времени, она получала, получает от него то, что ей нужно в этот момент, если она готова за это платить деньги, в той или иной форме, помогая ему с авиабилетами, помогая ему там, не знаю, с переездами, перелетами, это ее личное право, и давать этому спонсорские отношения, ну, вот уже сама эта формулировка, уже, конечно же, не ведет к никакому конструктивному диалогу, между ребятами, поэтому, а потом они еще обижаются, и говорят, что, мол, вот как он на нас положил, как будто я говном облитым, типа, ну, так ты сам себя им облил, вот, поэтому, и еще такая важная фишка, нельзя быть облитым говном, если ты себя, когда вот вам кто-то говорит, типа, ты тот-то, да, если ты обижаешься, значит, ты признаешь это, вот, человека нельзя зацепить, если он себя таким не считает, да, вспоминается мне, как Айзе задали вопрос по поводу, на шоу музыкалити относительно сук, ну, там, слушали мне песню, там, где очередная сука, там, что-то там сделала, она говорит, ну, вот, как ты считаешь, вот, тебе вот приятно, когда мужчина называет тебя сукой, или, там, сучкой, она говорит, так это не ко мне, ну, то есть, это не про меня песня, она ко мне не относится, ну, типа, есть девушки, которые считают себя, там, суками и так далее, эта песня не про меня, меня она не обижает, вот, то же самое и здесь, можно только самому себя облить говном, и обидеться на какую-то фразу, если ты считаешь, что это не твое, ну, как бы, дело, не к тебе обращена фраза, на нее нельзя обижаться, невозможно на нее обидеться, если ты так себя, если бы, если бы ты считал себя действительно правым, тебя бы это не, не заделало, поэтому, вот, эта история с бассейном, вот, это вот потом, потихонечку он там потом начинает улыбаться, начинает приходить в себя, но, пока в этой ситуации, я вижу, что, и вот, Ник делает правильное решение, все-таки прыгнув, как-то вот этот, я была первая, бля, курица, бля, делает правильное решение, все-таки, как-то снивелировать этот конфликт, что тут дальше, я вот это, для реалии, и значит, вот, пройдет шоу, мы расстанемся, но, ребят, на самом деле, а, по поводу эскорта, давайте предположим, что, на секундочку, давайте предположим, что Олег эскорт, вот, даже если, ну, как бы, если это так, это решение, Миланы и Олега, быть вместе, еще раз повторяю, в таких отношениях, каждая, она не глупая девушка, и, она понимает, если она хочет сейчас такого парня, это ее право, относительно, относительно Олега, типа, кто-то говорит, что быть эскортом, типа, мол, и осуждает это, осуждают, ребят, психология работает так, осуждают, кто завидует, те, кто говорят, блин, я бы тоже мог бы быть эскортом, но я выше этого, я себе этого не позволяю, если вам равнодушно на это, значит, у вас здоровая реакция, если вы, если вас от этого триггерит, если вам хочется быть эскортом, точнее, если вы там думаете о том, что, или там, на Олю Бузову там много, как в какой-то момент, триггерило людей, потому что многие понимают, что я тоже, я тоже петь не умею, но вот эта вот женщина, она позволила себе петь, и я, а я себе этого не позволяю, потому что меня воспитывали по-другому, а вот она позволяет себе, и она счастлива, ни хрена я не дам ей возможности быть счастливой, мне всю жизнь говорили, что я не имею права петь, вот ты сейчас будешь, значит, я буду на тебя это выливать, то же самое с эскортом, это точно такая же другая профессия, которую все любят пользоваться, но никто не хочет быть, якобы, да, я вот даже, когда сидел в миграционной тюрьме, мы с ребятами обсуждали эту тему, получилось так, что у нас было 5 парней, помимо меня, в камере, все из них пользовались услугами проституток, я не пользовался, честно говоря, и все они осуждали проституцию, никто говорит, я не хочу, чтобы как, чтобы моя дочь стала проституткой, при этом все пользовались, и я такой говорю, а я не осуждаю, как бы это их личное дело, их личная жизнь, и при этом я не пользовался. Вот то же самое с эскортом, если ты осуждаешь, это значит, ты бы хотел бы тоже, ты бы хотел бы, но ты себе не разрешаешь, поэтому я к этому, я еще раз повторюсь, окажись ты в этой ситуации, еще никто в другой стране, там, с ограниченными возможностями, мы сейчас предполагаем, да, кто знает, как бы поступил ты. Плюс, давайте честно, далеко не каждый человек симпатичный может получать деньги за свою симпатичность, поэтому хочется тоже только порадоваться за человека, который смог как-то монетизировать свое. Будет ли у него, если он эскорт, еще раз рималка, будет ли у него после этого какой-то там сломанная психика и так далее, это его личное дело, это его выбор, это выбор двух человек, Миланы и Олега, и пускай они решают, что с этим дальше делать. Ну что, дальше у нас идет разговор с мамой. Мы пообщаемся с ней сразу, типа, Алло, приветик, мам. Приветик. В этом разговоре, вот по поводу, кстати, отношений, я подумал, вот тоже многие говорят, что типа просто купленный парень для шоу, но по нему действительно было абсолютно очевидно, насколько он был, насколько он волновался, насколько он не знал, что сказать, и я тут не сыщик, мне в этом смысле абсолютно все равно, на самом деле у них отношения или нет, хотя, не знаю, мне кажется, что абсолютно очевидно, что у них отношения, поэтому, наверное, поэтому мне не хочется там типа сыщиком быть. Хочется сказать о том, что видно, да, как он волнуется, вот. я видел выпуск Пушки про их отношения с мамой, я не знаю, насколько они изменились с тех пор, но у меня своя там, очень свои тяжелые взаимоотношения с мамой и по сей день, вот. И мне приятно, мне всегда приятно видеть разговор двух взрослых человек, да, тут мать, тут дочь, в прошлом сын, которые, да, тем не менее, находят взаимоотношения друг с другом. Я, конечно же, не знаю, насколько, у меня было много вопросов по поводу отношений матери Миланы с Миланой, но я думаю, что я сейчас не буду в эту тему погружаться, хочу сказать, что в любом случае люди, которые работают над своими отношениями, я очень рад, что людям хватает силы, потому что хуже всего только молчание, правда. Каждый ребенок, каждый ребенок, мне хоть 35 лет, но я до сих пор для своих, у меня до сих пор я сын для своих родителей, и я, мне было бы очень приятно через любое молчание, чтобы оно когда-то прервалось чем-то адекватным, и каким-то возвращением отношений, поэтому хочется порадоваться за Милану, за то, что она, по крайней мере, пытается работать со своей мамой и приходить к общему знаменателю. с ним, но вот и тот же момент, да, что... У нас все хорошо, все замечательно. Мы играем с Олегом постоянно здесь. Сиграем, трахаемся, напугаемся. И трахаетесь, да, наверное. Но иногда в бассейне, да. В основном сериалы смотрят. Ну вот видите, здесь они сделали флешбек к первому эпизоду, когда говорили о том, что они трахаются в бассейне. А тут флешбек к тому моменту, когда Ник говорит о том, что какой ужас он узнал, когда сходил с Олегом в клуб. Тут про это решили дружно забыть. Такой все-таки детектив Сережа проснулся. Ну что, тоже очень классно. Приятно, такие добрые глаза у нее. Как же! Тоже очень понравился лук Олега здесь. Молодцы, молодцы ребята, работают хорошо. Вот, что тут дальше? Кеш, приветик, слушаем. Ты могу приехать, пожалуйста, на часок? Так, ну все, это уже конец анонс третьей серии. Честно говоря, на мой взгляд, это самый... Из последних серий, да, их уже третий эпизод. Вот, пока самый неинтригующий момент, если честно, то, что там дети устроили им погром. Ну, как-то первый, наверное, первый самый заход про Олега в Хорнете был самый яркий. Второй эпизод про то, как там позвонить маме в конце было окей. Про детей такой себе заходик. Но я все равно буду смотреть, все равно буду смотреть и буду снимать обзоры. Если вам понравилось это видео, пишите об этом. Если вы хотите узнать мое впечатление об этом шоу, поделиться каким-то своим опытом, пишите свои вопросы. Мои соцсети внизу. Всех обнял. С кем-то приятно познакомиться. Если досмотрели до этого момента, я прям обнимаю. Желаю охерительного года, чтобы все получалось, чтобы все шло как по маслу. Если у вас есть цели, обязательно посмотрите мой канал. Я рассказываю, как в этом году я осуществил все свои желания и не смог, уехав из страны, в которой началась война, приехать в США, в Лос-Анджелес и начать новую жизнь. У меня есть настоящий инструмент для достижения всех целей. Посмотрите видосики. Я внизу, кстати, оставлю ссылку на это видео. Обнял. Спасибо за то, что были со мной. Приятно было познакомиться. Напишите, кстати, в комментах, кто вы, откуда, из какого города. Какая у вас ориентация или какой у вас pronouns. Как вы себя идентифицируете. Давайте узнаем, кто вы, откуда меня смотрит. Немножечко о себе расскажите. Имя, возраст, город, страна, ориентация, pronouns. Да. И я буду знать немножко больше о вас. Все. Всех обнял. Скоро увидимся. Пока, Вселенная.